Здравствуйте, мастер. Здравствуйте. Громко. За время ретрита возникало много вопросов, которые я хотел через кураторов озвучить. Но они возникали вследствие того, что, находясь здесь, я вообще ничего не испытывал. Вот ваше присутствие, будто бы его и нету. Ну, то есть нету... Вот когда я был на ноябрьском ретрите, было ощутимо очень сильно какое-то взаимодействие. Даже после первой встречи, когда я там была, при въезде в ретрит, я поднялся в комнату и облокотился на кроватях, прилёг на подушку и чувствовал, как просто пульсирует энергию тела, будто бы потоки такие. Первые три дня там тоже было очень сильное воздействие в медитациях. И вот эти боли, которые присутствуют у меня в теле, они на самом деле, знаете, не доставляют мне проблемы. Я сейчас объясню, к чему весь этот разговор. Просто та боль, которая есть в теле, она вызывает напряжение, вызывает такие тяжёлые состояния, которые отражаются на служении. Вот. Мы с Дианой находимся в служении. И у меня, ну, достаточно такая вовлечённая деятельность. Хотя я понимаю, там вообще ничего сложного нету. Но из-за того, что болит постоянно кожа, вот, от пальцев ног, и уже поднялось вот до уровня шеи. То есть это постоянно трение об одежду, это вызывает боль. Сидеть — это боль, лежать — это боль. Ходить — это всё боль. Боль — это в самом слове сказано. Бога — любовь. Так тело говорит, так Бог с тобой говорит. Понимаешь? Говорит, что что-то не так. Или я знаю, что не так. Всё чувствуется и понимается этим существом. Но выполняя те обязанности, которые возложены на меня, и когда начинаются вот эти все провокации с телом, я чувствую, нету, ну, вот этой сердечной отдачи, которая должна происходить. И, ну, я там ни с кем не ругаюсь, бывает просто это вот копится, копится, ты там едешь, там, ну, постоянно звонки какие-то, ещё что-то. И в один момент, там, не знаю, где-нибудь в пробке, ещё где-то там. Я, правда, за последние года, наверное, два-три столько там матом не материл, сколько там за последние два-три месяца. То есть я сам себя не узнаю. То есть всё вот это выливается, и потом, ну, приходя там домой, да, тоже более-менее как-то остынешь от всего этого, и ты внутри сам себя коришь за это, то, что, ну, ты не можешь это выполнять с подлинной какой-то чистотой. Вот. Вопрос от этого хотел узнать. Возможно, то, что человек, ну, придя, да, воплотившись вот в тело, имеет такую карму, то, что он сам должен прийти к реализации, обнаружить вот этот свет внутри себя, раскрыть его. Конечно, сам. Конечно, сам. А как же? Только твой опыт даёт тебе реализацию. То есть это, 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 это твой, твоя внутренняя работа. Да, это я понимаю. Просто имеется в виду... Мастер подсказывает вам, дарует вам готовым, только готовым, понимаешь, дарует прямо принять истину. В том её виде, в котором она вообще есть. Понимаешь? Но вопрос включён только лишь в том, способен ли ты его принять. Способен ли ты этот дар величайший принять. Потому что, если ты не способен, то возникает всевозможная рябь. Понимаешь? В том числе и боль. А боль — это как подсказка, понимаешь, подсказка. Подсказка тебе, что нет принятия, что ты не принимаешь что-то, понимаешь? Ты не принимаешь всё таким, какое оно есть. Есть сопротивление. Сопротивление к божественному, понимаешь? Потому что Бог... Ну, вот как бы возникло это тело, понимаешь? Вот через тело Он тебе говорит, прими, 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 прими. Всё как есть, всё как есть, прими. Понимаешь? Через боль. Я понимаю, когда я был до момента в служении, это не вызывало никаких проблем. Потому что не ощущалось такой ответственности, как сейчас. То, что находишься в служении, и должна быть вот эта сердечная чистота. Значит, ты это испытание не выдерживаешь? Понимаешь? Ты не осознаёшь этой возможности? Значит, нет готовности. А это именно твоя внутренняя работа, понимаешь? Внутренняя работа по осознаванию того, что есть то. Как всё устроено, понимаешь? Внутренняя твоя работа. А если ты примешь это всё, всё, буквально всё, таким, какое оно есть, всё пройдёт. Исчезнут вот эти искажения и боли, о которых ты говоришь. Да, просто ещё к тому, что, находясь в вашем поле, да, в служении вам, правда, я не преследую здесь вообще никаких целей. Не исцеления, не... Ну, матом служить, знаешь ли, надо постараться. Да, ну, так просто накапливается и выходит. Да. Вообще, чтобы вы понимали, надо вам раскрыть тайну мата, чтобы вы понимали, что это такое. Ну, что это сильнейшая разрушительная сила. Сильнейшая разрушительная сила, которой неосознанно вы предаётесь. Предаётесь неосознанно, тем самым разрушая. Разрушая своё тело, то есть позволяя вот этому самому дьявольскому, демоническому уму действовать в своих интересах, понимаешь? Чтобы вам раз и навсегда понять, что это такое мат, есть, ну, приведётся один примерчик просто, который, ну, очень красноречив. Прочитайте слово «убей» задом наперёд. Вот и всё. Да, я бываю знаю. Понимаешь? Вот послушай, тот, кто отказывается, например, или не имеет устремления служить свету, чисто сердечным проявлением, да, тот обязательно будет вовлечён, вовлечён в служение тьме. И сам не заметит даже этого. Как это произошло? Вот и посмотри внимательно, что происходит. Ибо не ведаете, что творите. Понимаешь? Да, я понимаю. Это об этом. Это об этом. Какой мат? Что за мат? Что это? Посмотри внимательно. Присмотрись. Что происходит на самом деле? Происходит ли служение? Нет, конечно. Чему это служение происходит? Ну, вот именно из-за просто вот сильных напряжений внутри, вот из-за этой боли? Говорение. Это Бог говорит с тобой. Он тебе напоминает всё время этой болью. Понимаешь? Ты не осознаёшь это. Ты не осознаёшь это, потому что не принимаешь, потому что неблагодарен, неблагодарен за то, что есть, за то, что даровано. Да, это просматривается. Всё это, то, о чём ты рассказываешь, возникает из неблагодарности. Если ты будешь благодарен, никогда не возникнет мата. Потому что матом нельзя благодарить. Да я не общаюсь матом с людьми уже очень давно. Я это начал, не знаю, ещё в шестнадцатом году, наверное, контролировать. Ну, действительно, очень давно заметил, что это очень как-то не красиво. Вот, и этого вообще не возникало. Но вот то, что начало происходить, когда пришёл в служение, я, правда, себя не узнаю это. Вот именно боль, это... Ты верно говоришь, себя не узнаёшь. Не узнаёшь. Может быть, пришла пора узнать себя? Оно, знаете, оно видится внутри. Тот момент, который может вывести. Но всё равно иногда склоняясь не в ту сторону. Привычка. Ну да. Засыпание, понимаешь? Привычка спать. Вот не выспался как будто ещё. Не выспался. Так уже тебе, понимаешь, нужно, чтобы кожа болела, ну, до шеи уже дошла, да? Чтобы вообще всё тело было охвачено, да? А потом ещё похлеще что-нибудь. Ну, понимаешь? Если ты не слышишь, то палочка приближается в дубинку. Понимаешь? А если ты дубинку не слышишь, то... Реанимация. Ну, сейчас расскажу один момент. Наблюдалось, когда я давно просто уже с июля месяца не практикую йогу и вот обычную сидячую медитацию. Когда всё это присутствовало, боли просто уходили. Вот. А сейчас, ну да, с июля месяца, как бы не занимаюсь ни йогой, ни обычной медитацией. Но в вашей медитации, утром, вечером, я постоянно как бы, бывают моменты, когда я там пропускаю, но очень редко, вот. А боль я вообще рассматриваю и ощущаю это как отклик бытия на моё прошение об искуплении. Там были некоторые моменты, которые не стоило допускать. И из-за этого возникало очень сильное, ну, сожаление, там, смешанное, наверное, даже с каким-то само... Как там говорят... Коротко, если сказать попросту, то эго всегда само себя наказывает. Ну, да.